Треска, пикша, камбала, мойва. Вся эта рыба не попадает в российские магазины. Морепродукты напрямую поставляются в Норвегию, минуя Мурманский порт. Русские моряки уже давно трудятся на иностранной перерабатывающей компании. В Баренцевом море ловят рыбу не только легальные сборщики морепродуктов, но и так называемые летучие голландцы, те, кто занимается браконьерством. С ними, а также с нарушителями российской границы, борются сотрудники пограничного управления ФСБ по Мурманской области. Кто попадает в сети пограничников? Кому не писан морской закон? Уделись за это дело, это будет честный детектив. Вместе со мной расследование ведет журналист Андрей Скробот. Субтитры создавал DimaTorzok Игорь Паранченко, командир пограничного сторожевого корабля под названием «Виктор Кингисепп», проводит редкие минуты отдыха в окружении семьи. У него сын и дочка. Когда молчит служебный телефон, есть время расслабиться в домашней уютной обстановке. Такие дни Игорь Паранченко особенно ценит, ведь на службе не заскучаешь. У берегов Северного Ледовитого океана то и дело появляются нарушители. Боевые сторожевые корабли пограничного управления ФСБ по Мурманской области покрашены в серый цвет. Поэтому экипажи пограничников называют их «серые волки». Когда объявлена тревога, волки выходят на охоту. Командир Виктора Кингисеппа Игорь Паранченко знает, где искать злостных нарушителей свободной экономической зоны Российской Федерации. Мы находимся на пограничном сторожевом корабле. Вышли на охрану государственной границы в Варенцевом море для контроля за промыслом судов, ведущих вылов камчатского краба, также занимающихся выловом трески пикши. Проводим контрольно-проверочные мероприятия, анализируем вылов. Во время очередного дежурства сторожевого корабля «Виктор Кингисепп» наша съемочная группа стала свидетелем того, как экипаж пограничников обнаружил подозрительное рыболовецкое судно и провел его осмотр. В этот раз тревога оказалась ложной. С документами у капитана все было в порядке. Наша справка. Варенцево море – окраинное море Северного Ледовитого океана. Омывает берега России и Норвегии. Море ограничено северным побережьем Европы и архипелагами Шпицберген, земля Франца Иосифа и Новая Земля. Варенцево море имеет большое значение для транспорта и для рыболовства. Здесь расположены крупные порты – Мурманск и Норвежский Вардер. Промысел основных видов рыбы в этом регионе носит сезонный характер. Ежегодно с января по июнь стаи трески и пикши находятся в норвежской части моря, у берегов архипелага Шпицберген. А с июля по декабрь рыба смещается в российскую экономическую зону. В этот период здесь работают одновременно до 120 российских и иностранных траулеров. В погоне за косяками рыбы они постоянно двигаются, меняют районы лова и направление движения. Водные биоресурсы Кольского полуострова – это лакомый кусок и в прямом, и в переносном смысле слова. Они давно стали предметом криминального интереса, а наши северные прибрежные воды – своего рода черной дырой, в которой бесследно исчезали тысячи тонн рыбной продукции. Еще несколько лет назад норвежские СМИ били тревогу. Мол, российские рыбаки поставляют в порты Европы тонны браконьерского товара. Писали о том, что все незаконные операции происходили прямо в открытом море. Треска, пикша, камбала, крабы перегружались с траулеров на транспортные суда и по тайным контрабандным каналам перевозились за границу. Руководство Российской Федерации поручило пограничникам навести порядок у берегов Северного Ледовитого океана. Результат не заставил себя долго ждать. Как отмечают норвежские специалисты, в последнее время вывоз неучтенной морской добычи из российской экономической зоны сократился более чем в два раза. Однако браконьеры все еще продолжают изобретать хитроумные схемы, которые позволяют уйти от ответственности. Но пробить пограничный заслон не так уж и просто. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Порт Мурманск Без выделенной квоты И судно фактически было летучим голландцем То есть мы смогли реализовать И пресечь деятельность этого судна Затем были очень наложены Серьезные штрафы Более 21 миллиона на судовладельца Балтийскую линию Пограничники, выступавшие на стороне обвинения Требовали не только штрафовать калининградцев Но и конфисковать у них Траулер Квазар Однако в этом суд пограничникам отказал В отличие от других морей Здесь нет погонь и стрельбы Воруют умело и изощренно Противостоят злоумышленникам Сотрудники Государственной морской инспекции Их рабочее место Огромные просторы Баренцева и Белого морей Инспекция контролирует промысел В исключительной экономической зоне России В приврежной полосе А также в смежном с Норвегией Участки рыболовства И так называемом анклаве Где действуют международные правила Ведения лова рыбы Было возбуждено 31 уголовное дело По фактам связанным с незаконной добычей рыбы И камчатского краба В рамках следственных действий Было изъято более 25 тонн Крабовой продукции Вареного мороженого мяса Кроме того Часть дел возбуждена в отношении Юридических лиц Должностных лиц капитанов судов Это порядка 50 дел Сумма штрафных санкций Только за незаконную добычу Камчатского краба Связанных Составила более 3 миллионов рублей Кроме того 6 граждан Российской Федерации Осуждены К различным срокам наказания Группе честного детектива Удалось посмотреть на ежедневную опасную работу Сотрудников Государственной морской инспекции Погрануправления ФСБ России По Мурманской области В акватории Баренцево море Мы пришли в район, который моряки называют Красным морем Здесь очень много краба Регулярно проходят огромные косяки рыбы Стоит бросить трал И через минуту можно вытащить До 20 тонн триски или пикши Обрабатывают рыбу Чаще всего прямо на корабле В трюме есть разделочная линия И морозильные установки Схожая ситуация и с кораблями Краболовами За борт на глубину до 300 метров Спускают ловушки При удачном стечении обстоятельств Подъем ловушки приносит До 200 килограммов краба Чаще всего на промысловых судах Документы в полном порядке Задача капитана Обмануть проверяющих инспекторов Спрятать как можно больше рыбы Как это сделать? Самое простое решение Установить в трюме скрытые перегородки При этом представить документы В которых отражен не весь улов Мы посмотрели, как происходит проверка С пограничного корабля В любую погоду, даже в шторм Спускают шлепку с досмотровой командой Группа высаживается на траулер Проводит ревизию Все это время пограничный корабль Баражирует в округе Всем видом демонстрируя собственную мощь Между тем существуют и совершенно легальные Способы лова и последующего вывоза рыбы И краба из российской экономической зоны 70 современных российских рыболовецких судов Постоянно базируются в соседней Норвегии Десятки судов, и не только в Киркенессе И в ближайших портах здесь, в Северной Норвегии И Трамсё, и Ватсё, и Ворде Есть стоянки для наших судов Они все под флагом Российской Федерации Порт приписки Мурманск в основном у всех Находятся они в этих портах Выходят из этих портов на промысел В нашу исключительную экономическую зону В соответствии с теми разрешениями, которые они получают На законных основаниях Рыбопродукцию, которую они добывают в нашей исключительной зоне Они перегружают на наши российские транспорта Ну, соответственно, эти российские транспорта Доставляют эту рыбопродукцию на таможенную территорию России Единственная причина незахода их в наш российский порт Это вот таможенная пошлина за переоборудование судов В порту Киркенесса съемочная группа «Честного детектива» Обнаружила более десятка траулеров Над которыми развивался российский флаг Один из них назывался «Капитан Шайтанов» Командир этого траулера, настоящий морской волк Дмитрий Березенко Рассказал о сложившейся ситуации И о том, почему он и его коллеги Обходят стороной Мурманский порт Оказалось, что 23 российских судна Прошли модернизацию за рубежом А еще 47 построены на европейских верфях За российские деньги Именно это стало причиной того Почему они не смогут посетить Мурманский морской порт Для захода и выгрузки в порту Требуется уплатить налоги и пошлины Который составляет 23% от стоимости судна По словам специалистов Переоборудованный траулер Стоит порядка 13 миллионов евро А новый около 25 Получается, что владелец Новенького рыболовецкого судна Должен выложить более 8 миллионов евро налогов Таких средств у судовладельцев нет Все новые траулеры Строились на кредитные деньги Поначалу капитаны и экипажи Так называемых незаходных кораблей Переживали из-за того, что не могут посетить Родные берега Но затем успокоились Оказалось, что работать в маленьком Норвежском Киркенессе Куда более спокойно Сдать рыбу можно немедленно И без всяких взяток А в Мурманске на этот процесс уходит неделя Припоны захода в Мурманск Слишком сложное оформление это все Ожидание причала Ожидание оформления Платежи Потом эту рыбу надо выгружать на терминал Они сразу натравят куда-нибудь На машину или куда запрещают Потом пограничники ее просчитают А потом уже оттуда берут И за все это надо платить И это очень нахладно А в Норвегии сразу ты подошел Заявку сделал Тебе поставили на терминал Пришли инспектора Проверили наличие Ну, температуру в теле Так И, пожалуйста, выгружайте Они все вот это поставили Все Документы оформили сразу по выгрузке Это занимает, ну, 5 часов, ну, 6 По оценке независимых экспертов Работа незаходных судов Наносит ущерб Мурманской области Более чем на 4 миллиарда рублей в год И что самое важное Регион теряет около полутора тысяч рабочих мест Мы бы хотели в Мурманске Но разговариваем с этим Ребята нас обдерут Арестуют За что-то не заплатили И потом выйдете ли вы нормально в море А здесь гарантия Ты готов? Иди В одном Киркенессе иногда до 40 судов Собираются в разные годы Потом они уходят в море И остается штук 15 Которые не отремонтированы Или которые выбрали квоты И пришли с моря В других портах тоже есть суда наши Так что почти весь Мурманский флот За несколько единиц Он базируется на Норвегии Здесь мы на второй день получаем деньги за рыбу Второе В тот же день выгружаемся Попробуйте в Мурманске привезти рыбу И потом ее реализовать Это длительное время Между тем рыба северному региону очень нужна Мы заехали на старейшее предприятие Мурманский рыбокомбинат Цеха простаивают Рыбы здесь давно уже не видели Один из руководителей предприятия Евгений Бондаренко Рассказал нам, что в советское время Работа здесь велась в три смены На комбинате трудилось 60 человек Сейчас же специалистов практически не осталось Сырье очень дорогое Вы знаете, если вспомнить 25-30 лет назад в основе Вся рыба шла сюда Не в Норвегию Это последние годы В годы перестройки Норвегия Норвегская перерабатывающая база поднялась Очень сильно Они просто стали процветать Правда, сейчас стало поменьше немножко Но все равно Если к вам сюда пойдет рыба Что у вас изменится? Изменится Начнем работать Появятся рабочие места Люди хоть будут что-то получать А сейчас что? Мы просто не имеем возможности платить Потому что не из чего В Мурманской области предприятий гигантов не осталось Работают только маленькие компании Мы посетили одну из них В цехе две линии по разделке рыбы Далее идет заморозка На выходе аккуратные картонные ящики С замороженным филем Чисто и красиво Только вот объемы несопоставимы с тем Что мог бы произвести тот же Мурманский комбинат Несмотря на почти промышленное воровство Биоресурсов в акватории Баренцева моря Иногда на дело выходят и одиночки Это очень беспокоит пограничников Ведь на самом деле Под видом рыбаков-любителей Скрываются настоящие браконьерские группировки Традиционно объектами вылова В Баренцевом море являются Основные виды рыб Это треска и пикша Вот именно по этим видам рыб Неопределены нормы В результате получается Любой житель Российской Федерации Имеет право выловить Любое количество видов рыб Начиная от 10 килограммов 100 килограммов Или 6 тонн Но получается парадокс Мы провели анализ Некоторых организаций Вот например судно Ярус Принадлежащее одному и частному лицу За 7 месяцев Выловило более 35 тонн Экипаж Любительская рыбалка Экипаж 4 человека Рыба вылавливается не для нужд Личного потребления Она вылавливается для продажи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А на самом деле опытные браконьеры Отказались устанавливать на своих небольших судах Специальные спутниковые маяки По которым их можно было бы отслеживать Браконьерство существует Именно вот в прибрежных водах Потому что В связи с изменением нормативно-правовой базы От 98-го года Под приказом Федерального агентства по рыболовству Были внесены изменения Которые позволили Определенным судовладельцам Капитанам судов Выйти из-под отраслевой системы мониторинга То есть Если так можно сказать Уйти С экранов радаров Проблема эта очень серьезная Это вопрос и Пограничной безопасности И вопрос безопасности в целом государства Люди выходят Неподготовленные к выходу в море Бесконтрольно Были случаи в 2009-м В 2010-м И к сожалению в этом году Когда такие суда Просто Тонули Экипажи Гибли Примерно 300 малых судов Беспутниковой навигации Ежедневно выходят в Баренцево море Чем они там занимаются Выясняют экипажи пограничников Осенью 2010-го года Приятели Александр Белый И Александр Олейник На собственном маломерном судне Через Кольский залив Вышли в Баренцево море И принялись расставлять крабовые ловушки Спустя сутки Мужчины забрали добычу И отправились к берегу В этот момент бойцы спецназа Пограничного управления Бросились на перехват Браконьеры попытались Выбросить улов за борт Но не успели Мужчин обвинили В незаконной добыче биоресурсов Следствие шло почти год В июле 2011-го Кольский районный суд Мурманской области Приговорил Александра Белого Александра Олейника К полутора годам условно Кроме того Им придется выплатить штраф 160 тысяч рублей А арестованное судно Конфисковали в доход государства Сторожевой пограничный корабль Виктор Кингисеп И его капитан Игорь Паранченко Продолжают патрулировать берега Северного Ледовитого океана Экипаж всегда на боевом посту Незаконный перегруз Как правило происходит В прибрежной зоне Когда маломерное судно Под покровом ночи Непогоды Подходит К другому судну Которое ловило рыбу Максимально берет на себя Порядка 10 тонн Допустим И также отскакивает от него И следует в сторону побережья Где уже там посредством машин Техники другой Рыба доставляется На переработочные предприятия И попадает на приловки к магазину Ну это в том случае Если им повезло И данный вид Не был пресечен Пограничной службой Капитана Паранченко Ждет дома Жена и двое детей Сколько Игорь проводит на суше Сказать сложно В любой момент Командир пограничного корабля Может выйти на задержание нарушителей Баренцево море По-прежнему притягивает охотников За рыбой и крабом Такими мы увидели Будни пограничного управления ФСБ России По Мурманской области Это был Честный детектив Выводы делать только вам Редактор субтитров А.Семкин